Всем привет! Очень радостно, что хоть кто-то есть. Пару слов перед лекцией. Я тоже химик. Более того, я тоже имею некое отношение к этому самому году, потому как я вхожу в рабочую группу Министерства образования и науки по празднованию этого года в России. И мы позавчера буквально провели торжественную церемонию закрытия года периодической системы в нашей стране. Официально закрываться год будет 5 декабря в Токио, но мы закрыли год и открыли столетие. Поэтому в ближайший век мне будет чем заниматься. И еще раз хочу сказать, что в своей лекции я буду рассказывать не только и не столько про Нобелевскую премию по химии 2019 года, хотя она одна из знаковых премий за все 119 лет существования Нобелевской премии. И люди знаковые, им было много рекордов. Я очень надеюсь, что через две недели я смогу вам рассказать про эту премию несколько больше, потому что есть некоторый шанс, что с 5 по 9 число я со всеми лауреатами пообщаюсь лично. По крайней мере, запрос такой есть. В Стокгольме мы будем вместе, а будет ли у них время, будет ли у них сила и здоровье, это мы будем смотреть на месте. И что я расскажу вам сегодня? Не только о тех открытиях, которые в итоге позволили нам сделать видеокамеру, фотокамеру, мобильник, ноутбук, Тесла всякие и все остальное. А вообще о том, как мы, как человечество, познакомились с главным элементом, который входит в состав всего этого, всех этих источников энергии, как мы осваивали электричество и другие виды энергии, и как пути лития, человечества и электричества сошлись в одну точку. Кстати, интересно, в один год так случилось. И потом мы шли параллельно, пересекаясь, расходясь, сходясь. Такой будет очень многомерный рассказ, поэтому, простите, если что, действительно, в таком формате лекции читаются вообще впервые, а парламентская премия вообще второй раз. Ну, премии, господи, годы, почти полтора месяца всего лишь. Итак, основные шесть моих тем, где я работаю. Здесь я формально представляю Центр компетенции «Энтезус». Мы как раз разрабатываем новые источники энергии, в том числе литий-ионные батареи, другое-другое. Портал «Менделеев.Инфо», где я главный редактор, он про химию. Нейроновости.ру про мозг. Индикатор.ру вообще про науку. Я там научный редактор. Ну и мне в последнее время еще приходится заниматься популяризацией химии в рамках членоправления российского химического общества. Если какие-то вопросы по этим всем есть, меня дергать и все остальное. Итак, вопрос к вам, друзья мои. Как давно во Вселенной появился литий? Ну, порядок там. Миллиард лет назад. Хорошо, кто больше, кто меньше. Ну, точнее. Через сколько? Через одну миллиардную секунду после Большого взрыва Вселенная имела размер примерно 1 миллиметр, и элементов еще не было. Ну, вот с расширения все и началось. Началась инфляция, да? Первые там. Тоже неправильно. Итак, это началось примерно вот long time ago. Правда, никаких галаксий еще не было. Но и даже far away не было всего. Итак, вы абсолютно правы. Большой взрыв состоялся 13,77 миллиардов лет назад. Началось все с инфляции, квантовой фунтуации. И когда появились, собственно, первые элементы? И какие они были? И все. А когда? Ну, через сколько? Минуты, часы, сутки? На самом деле нет. Первые элементы появились, первые ядра атомов появились в первые минуты после Большого взрыва. То есть, собственно говоря, за 20 минут существования Вселенной появились водород, водород, ну, протоны, да? Дейтерий, тяжелый водород, гелий и чуть-чуть лития. Всего три элемента существует 13 миллиардов лет. Водород, гелий и литий. Вообще, литий в этом смысле элемент уникальный. Потому что это единственный элемент таблицы Менделеева, который может образовываться сразу четырьмя разными путями. Первый, как мы уже сказали, он появляется в Большом взрыве. Второй. Литий действительно образуется в звездах, как сказал Серафим Торпор. Во всех типах звезд литий образуется. Еще один очень редкий тип, только недавно смогли обнаружить, литий образуется во время новых звезд, когда на поверхности белых карликов происходят термоядерные взрывы. Но есть еще один уникальный способ образования элементов, в котором образуется только три элемента всего лишь. Литий и бор частично оберели целиком. Кстати, девушки, а вот что это за камень? Правильно. Изумруд, девушки, знаю. Изумруд, конечно. Это изумруд, разновидность берила, драгоценная. Так вот, если бы не существовали космические лучи, потоки высокоскоростных, высокоэнергетических частиц, изумрудов мы бы не знали. Потому что только в космических лучах образуется берилий. И литий, и бор, основная масса литий, берилий, и бор образуется в космических лучах. Как это происходит? Вот эти космические лучи скалывают небольшие кусочки, от ядер атомов. И образуется вот такой вот процесс, называется, космическая спалация. Вот так образуется тоже литий и берилий, в том числе и изумруд. Ну, мы про литий говорим. Итак, литий образовался, потом прошло еще какое-то количество времени. Там получается, сколько у нас, 8 миллиардов с лишним лет, да, и образовалась солнечная система, образовалась Земля. Потом прошло еще 4 миллиарда лет с половиной, и образовались люди. Первый вид энергии, который мы освоили, это обыкновенная энергия огня, тепловая энергия, которую, в принципе, человечество пользовалось до, наверное, до 17 века. То есть это единственная энергия, которая была нам доступна. Тепловая энергия, да. Какое-то время мы пользуемся просто костром, потом переходили на альтернативное биотопливо. Но потом пришел вот этот вот человек. Как его зовут? На самом деле, это право для другого человека. На самом деле, первым пришел Джеймс Уатт, а потом его идеи развил вот этот вот человек. Туда же написано Дени Попен, который создал первую паровую машину рабочую. Собственно говоря, с тех пор человечество начало, это 17 век, с тех пор человечество начало осваивать энергию пара. Вот паровая машинка. Как она работает, все знают. Со школьного курса физики. Кто-то учил в школе физику. Ну и хорошо. Конечно, человечество интересовалось электричеством, потому что молнии и грозы были всегда. И где-то начиная с 17-18 века мы начали его изучать и осваивать. Не всегда успешно. Вот мы видим иллюстрацию эксперимента профессора Рихмана, друга Ломоносова, которого убило во время опыта с атмосферами электричества. Мы до сих пор не знаем, чем говорят, что это была шаровая молния. Но в итоге появилось вот это вот устройство. Лейденская банка. То есть впервые мы смогли как-то запасать электричество. Правда, ну фактически Лейденская банка, что это с точки зрения современной электротехники? Конденсатор. Конденсатор она накапливала. Электричество потом могла разряжать. Но мы хотели производить электричество. И вот наступил 1800 год. И вот этот замечательный граф Александр Джузепп Антониан, Достасио Джерлаума Умберто Вольта, смог построить свой столб. Вот 1800 год – это ключевой год для истории того, о чем я буду рассказывать. Потому что именно в этот год случилось два важнейших события. Первое – это вот Вольта сделал свой столб. Вот так он выглядит. Что у нас есть? У нас есть медь, есть между ними прокладка. У Вольта была ткань, по-моему, вымоченная в кислоте. И цинк. Вольта считала, что происходит какая-то химическая реакция. Просто как бы химическая реакция и дает электричество. На самом деле оказалось несколько по-другому. Каждый из вас может дома сделать Вольта в столб. Очень просто. Вам для этого потребуется небольшое количество вложений. Ну, например, где-то в районе 12 рублей. Ну, чтобы был настоящий классический Вольта в столб, вам потребуется 12 рублей 50 копеечными монетами. Вам нужно будет 12 рублей 50 копеечными монетами. Так выглядел первый Вольта в столб. Вот его схема, понимаете. Так что нужно понимать, что когда мы будем говорить дальше о батареях, о батареях любых источниках питания, то есть вот этот первичный химический источник тока, который сам вырабатывает электричество, вторичный химический источник тока, который запасает электричество путем химических реакций и отдает его. И вот когда мы будем говорить про любые батареи, батарейки, аккумуляторы, нужно понимать, что вот эта вот одна пара, цинк, медь и электролит между ними, это называется либо аккумулятор либо гальванический элемент либо электрохимическая ячейка а вот это все все это называется батарея батарея элемента все это сокращается до батарейки обычно всегда это много-много-много-много-много всего так вот как сделать вольта столб дома вот очень простая штука берем полтинники в которых достаточно много меди потом мы берем бумажку которую вымачиваем в уксусе в лимонном соке в растворе соли поварены неважно главное проводила и потом прокладываем это все фольгой то есть получается да такая вот столбик монетка бумажка фольга монетка бумажка фольга и так далее так далее и вот по вас получается 14 вольт дает нормально вот а простейшую простейшую электрохимическую ячейку одну ячейку настоящая батарея вольта в столб и сделать еще проще да берем медную проволоку берем железный гвоздь гвоздь вставляем их в лимон и между ними у вас будет загораться слабенько горит лампочка интересное что вторичный источник тока то есть то что могло запасать энергию появится все ли через два года или через три иоганн вильгейн в риттер к сожалению очень рано умерший молодой немецкий электрохимик а придумал свою историю он сделал медные диски в кислоте тоже пропуская через которые заряд тут через вольтового столба удалось получить некую емкость которая хранила электрический ток но это было еще не аккумулятор и в том же в 1800 году тоже в том же 1800 году случилось важнейшее открытие вот это замечательный как правильно сейчас сейчас бы сказали наверное специалист по геодезии а тогда называли геогноз геогнозик бразилец жезе бонефасо де андрадо и сильва каким-то чертом его занесло в швецию и вот там он обнаружил вот этот минерал который назывался петолит петолит слова камень камень и камень петолит это случилось в 1800 году так человечество впервые познакомилась с литьем хотя еще не поняла что это что такое лить через некоторое количество времени по моему через 16 кажется лет вот этот замечательный шведский химик и геолог иоганн август арфицон начал разбирать петолит на составляющей части начал смотреть какие их какие элементы в нем есть и нашел в нем знакомых элементов на там девяносто чем-то процентов где-то потерялась какой-то небольшой там четыре процента куда потерялись и арфицон предположил что в этом элементе в этом минерале находится какой-то новый неизвестный элемент его босс big boss иоганн берцеллиус опубликовал статью в котором сообщил правда вместе с ним конечно тут был честный учитель как бы не присвоил свои свои эти самые свои наработки своего ученика публиковал статью что там содержится новый элемент который назвали литием потому что камень камнем как его назвать никаких ассоциаций нету литос по греческий камень если вы не знаете вот правда чистый литий выделить не удавалось потому что ну понятно да металл кто-то ведь в школе наверно с литием не работали но видели натрия да вот литий примерно такой же то есть мягкий еще более легкий плавает не только в воде но и в керосине режется ножом очень быстро окисляется поэтому получить чистый литий было очень сложно тем более он очень активно реагировал и кстати для того чтобы получить литий пришлось задействовать электричество чистый металл может получили там впервые где-то 1840-х годах боюсь ошибиться электролизом расплава там хлорида кажется литий если ничего не буду вот так выглядит металлический литий и его получили и в общем-то надо достаточно большое время а металли не то чтобы забыли просто некуда его было приткнуть потому что на воздухе окисляется в воде горит выделяет водород смысла нет тем не менее параллельно развивалась электричество и а уже 1859 году был создан первый классический аккумулятор но тут схема стандартного аккумулятора то есть что такое аккумулятор да это источник тока о которой когда к нему подключаешь питание реакция идет по одному пути потом отключаешь и подключаешь просто провода реакции по другому пути вот такие вот циклы разряда заряда двигаются электроны в одну сторону потом другую катод меняется катод меняется с анодом есть мембрана барьерники которые не пропускают части анода и катода друг другу все такая такая вот простая вещь конечно первый электро первый аккумулятор был каким из чего сделан конечно свинцовый аккумулятор сделал его вот этот замечательный замечательный человек агастон планты настоящий такой универсальный ученый он на самом деле даже не ученым было он формально был ассистентом у александра беккереля техническим сотрудником александра беккереля то есть отцом от отца того ученого который потом откроет радиацию анри беккерель у него длинная династия беккерель вот это беккерель средний вот чем план т не только там вот он первое что он чем прославился открыл из кости какого-то там ископаемой ископаемой птицы древней но в 59 году он сделал первый свинцовый аккумулятор который был пригоден к использованию и примерно с этого времени использование электричество пошло очень быстро хотя еще до того собственно говоря электричество уже начали как-то применять об этом чуть попозже как можно получить электричество кроме вольтового столба вольтового столба классная штука но его мало да как у нас получать электричество электростанции давайте в принципе гидро какие основные три типа электростанции у нас есть аэс гидроэлектростанции не ну пара альтернативно понятно они есть они потому что они к альтернативы к основным пока что у нас все больше и больше безусловно я не спорю но основная у нас гидро тепловая и аэс вот и ну надо сказать что они появились как раз первые электростанции появились чуть позже чем появился первый аккумулятор как будто знали да вот первая электростанция появилась в англии в нортумберленде частная в частном владении сэра уильяма джорджа армстронга почему вы не поверите на было для чего сделано у сэра армстронга была частная картина галереи ему нужно было ее освещать гэс работала на одну лампочку которая освещала его да ему лень было зажигать свечи шучу конечно но действительно как бы гэс питала одну галерею картину и все но потом сразу там через буквально пару лет появились уже коммерческие уже там в сша чуть позже были уже сотни гэс вот почти сразу же появилась первая тепловая электростанция до 82 год в нью-йорке ну аэс прислуждая дольше да чуть-чуть 54 год в россии кстати к слову в принципе на самом деле что аэс вот у аэс и у гидроэлектространции принцип работы один и сказать пожалуйста кто знает с каким бытовым прибором по своему принципу работы схожи аэс или гэс петильник фактически ну в тепловой просто уголь греет воду да а в аэс распадающийся уран нагревается и тоже кипятит воду а пар вращает турбину вырабатывать электростанцию электроэнергию вот примерно получается у нас видите с конца 80-х годов началось бурное бурное применение электричества в каких-то мобильных источниках энергии вы не поверите но первые автомобили были электрическими причине самый первый был вообще паровым паровая повозка к вието еще 18 век но первый движущийся электромобиль правда был больше похож на скейтборд скорее он появился еще в 1828 году то есть как бы вот сегодня чего прошло а вот уже 81 82 год абсолютно вполне себе такая тесла 19 века трицикл трюве вот а в 1899 году был впервые поставлен первый рекорд скорости на автомобиле 105 километров в час сделан тоже на электромобиле карл дженнадзе швейцарец впервые преодолел стоп 100 километров рубеж это 120 лет назад 100 километров в час электромобиль ничем не хуже тесла более того я вам скажу больше в то время примерно там тогда же в те годы там плюс минус пару лет был поставлен первый рекорд дальности пробега электромобиля я вам скажу что сейчас ничем не лучше тогда электромобиль проехал 162 километра собственно сейчас электромобили примерно столько и проезжают и больше не могут но про это поговорим совсем попозже что что делать дальше это предел да почему же это все застопорилась почему не появились не появились там смарт мобильник мобильные там мобильники гаджеты все остальное тогда как вы думаете аккумуляторы есть прекрасно в чем проблема все просто дело в том что вы когда держали в руке свинец у свинца достаточно большой потенциал восстановительные электрохимические то есть нужно много потратить энергии чтобы восстановить раз и он тяжелый он в два раза помню тяжелее железо достаточно тяжелая штука и в принципе поэтому энергоемкость которая меряется количеством энергии которое можно за запихать килограмм батареи она очень маленькая и примерно как раз тогда то есть ну начале 20 века впервые обратили внимание на литий потому что литий у нас ну так получив где-то в среднем раз в 20 легче свинца я боюсь ошибиться да то есть он в два раза легче воды понятно считаете то есть тут в 15 литий получается в 15 раз легче железо то есть дальше пересчитывать на свинец я к сожалению очень плохо помню константы цифры поэтому нужно проверять вот и у него очень маленький восстановительный потенциал то есть очень небольшой поэтому идеальная вещь но проблема проблема да металлический литий с водой и с любыми растворителями водными растворами проблема будет поэтому вот этот великий человек билберт льюис которым к сожалению так не дали новелевскую премию по химии а надо было бы он много он очень много чего сделал он придумал термин фотон он создал теории кислоты основания все остальное где-то в тринадцатом году впервые попытался сделать литий-ионные аккумуляторы но не срослось первое что нужно было сделать чтобы появились литий-ионные аккумуляторы нужно было дождаться развитие органической химии потому что должны были появиться не водные проводящие растворители то есть не вода на чтобы проводила ток который не взаимодействует литий это получше появилось получилось в 1950-х годах а уже в 70-е годы эти вот три замечательных человека начали делать начали свои работы которые в итоге привели к тройному прорыву и появлению всего того что есть сейчас у нас причем удивительная вещь да премию они получили сейчас и вот сейчас рекорд я не уверен что будет когда-либо победить побит в принципе а джон гуденаф то есть вот на самом деле мы очень радовались в этом году премии потому что несмотря на то что мы все как представители россии и болеющие за год таблицы менделеева мы все болели естественно за юрица лака чаганисиана который развивает химии сверх тяжелых элементов который доказал экспериментально существование острова стабильности концерт таблицы менделеева он давно уже заработал на свою нобелевку и он уже достаточно пожилой человек но по сравнению с гуденафом он еще младенец потому что если юрица лакши сколько там 83 что ли за 80 то гуденафу этим летом летом исполнилось 97 при этом до сих пор действующие ученые активные работающие и то есть это вот премия на девяносто восьмом году жизни это вот очень круто и не знаю можно ли будет побить рекорд посмотрим а почему на удивительная вещь да удивительная вещь что гуденаф был не первым кто начал литий прорыв первым был стэнли уитингем 73 год первый в мире работающий литий-ионный элемент стэнли уитингема что у нас у нас на ноде на отрицательном элементе на отрицательном заряде в режиме источника энергии до литий металлический на катоде на катоде нужно было сделать вот что детям хороша литий-ионная разряжаясь электроны уходят из лития а его ионы вырвавшись из кристаллической решетки уходят сквозь и он на проницаемую мембрану барьер и приходит на катод в катоде должен быть материал который позволяет и он нам лить и встраиваться в него есть такой термин сложно научно запоминать этого слова интеркаляции собственно уитингем придумал нашел материал в который могут встраиваться и он и лития дисульфит титан титан с 2 все клево да получился элемент он работал появились первые коммерческие образцы продажи пошло и уже там уже был хороший запас энергоемкость было что-то около 40 ватт на килограмм ватт час на килограмм то есть это уже очень много но была проблема проблема заключалась следующим при у нас оставался металлический литий поэтому например при разрушении корпуса на попадение влаги более того бывало еще хуже при зарядке аккумулятора когда только в обратном порядке и и он лития возвращаются в домой улите и начинают расти усы вот такие вот да их назвать whiskers или дендриты они начинают расти в сторону катода и пробивая мембрану приходя туда образуют короткое замыкание очень неприятная штука до сих пор иногда случается в литий-ионных батареях что сделал следующий человек собственно говоря куда наф показал что он что можно избежать уже почти исчез литий и устало меньше и он самое главное придумал идеальный до сих пор идеальный материал для включения в него и он афличия это оказался еще более крутой чем диоксид дисульфид титана кабальтат минерал кабальтат по формуле это диоксид кобальт и вот элемент good enough уже был гораздо лучше он давал больше больше энергии имел большую энергоемкость но оставался литий все равно оставался это было нехорошо и вот последний шаг последний шаг сделал японец акир ясина который показал что можно сделать очень крутую вещь уже до этого делали пытались включать литий в графит он прекрасно включается вот между этими самым между слоями графита и он и лития включается в суда электроды уходит на цикл но проблема в том что при перезарядке графит разрушался и и осина пытался найти новые новые материалы показал что самый простой банальный отход нефтехимии кокс еще круче графита при этом не разрушается поэтому вот когда появился кокс здесь появились собственно говоря наши гаджеты чем это хорошо у нас появились очень емкие аккумуляторы раз второе эти аккумуляторы не обладали эффектом памяти что такое эффект памяти если другой аккумулятор некий кальминовый будет заряжать ну многие другие аккумуляторы у вас помните раньше говорили вас было когда-то говорили было такое мнение что нужно сначала полностью разрядить потом полностью зарядить вот это было для того чтобы вас не было эффекта памяти если вы там разрядили аккумулятор наполовину а потом заряжали его снова у вас его емкость уменьшается вдвое он помнит вот улите у них такой проблеме как хотите так и заряжаем туда-сюда и очень много большой большая циклируемость вот там 500 циклов зарядки это все классно и в принципе сейчас современный мир вот он такой потому что у нас есть литийные аккумуляторы и вот смотрите на добыча мировая добыча лития как выросла начиная с двухтысячных годов особенно резкий взлет но 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 при всем этом при всем этом у нас есть проблемы даже такой классный элемент как литий имеет ну теоретический предел емкости ну делайте вы что хотите но больше там по моему там какого-то количества по моему 450 больше 7 или 700 ватт час на килограмм вы в него не засунете при этом теоретически предел это теоретически сейчас сейчас практически где-то 150 ватт час на килограмм а ну лучшие образцы 300 берут дают это мало на самом деле там мало потому что там если вы хорошо знаете там электромобиль стандартный который почти весь состоит из этих батареек внизу большая количество масса большое количество масса очень много лития поэтому так дорого стоит он может проехать ну 150 километров 200 все вы больше туда не закачаете никак дроны вода квадрокоптеры у кого-нибудь есть когда коптер да нет вот коптер сколько летает а 15 20 все дальше нужно заряжать менять аккумулятор и так далее это проблема потому что если мы хотим сделать например с там автономный дрон военный или гражданский или такси да у нас пока что остается два варианта либо мы все равно делаем двигатель внутреннего сгорания которые имеют и экологию плохую экологический выхлоп и шумные они и так далее и тому подобное либо они будут очень мало летать иначе не получится поэтому сейчас все ищут следующий шаг следующий этап куда-то двигаться есть многие мы пытаем да в том числе мы пытаемся сделать новые типы литий-ионных аккумуляторов сам гуденов буквально в прошлом году попубликовал статью есть разные варианты но некоторые из этих вариантов они приближаются к пределу какие-то этих вариантов может быть получится реализовать какие-то и получится реализовать никогда например сейчас говорят много говорят так называемый литий кислородные аккумуляторы и последняя статья в нэче говорит что да они существуют да их их изучают но коммерческая не будет резал никогда то есть несколько проблем которые нерешаем вот что же делать можно ли как-то преодолеть проблему самом деле можно и здесь нам поможет еще один элемент который образовался почти целиком во время большого взрыва это водород про водородные двигатели говорили давно потому что ну очень было бы клёво да что у нас был водород раньше пытались использовать водород в двигателях внутреннего сгорания сжигать его в цилиндрах или в реактивных двигателях вы наверное знаете что в советском союзе был самолет ту-155 который летал на водороде его реактивные двигатели использовали водород потому что в принципе на единицу массы водород выдает больше всего энергии естественно сгорая но тут много проблем водород очень летуч водород ну вот про взрывоопасность водорода вот это как раз такой миф объясню почему смеси с кислородом гримучий газ взрывоопасен то есть если мы наполним эту комнату водородом в нужной пропорции она бахнет ну при при малейшей искре но водород очень легкий газ он очень легко улетает отовсюду поэтому заставить водород взорваться именно очень сложно гореть то не вопрос гореть можно но взорваться нет очень сложно кроме того но все равно сжигать водород очень сложно потому что его нужно нужно хранить его нужно много возить с собой и оказывается есть способ достаточно давно появился сгорать водород без сжигать водород точнее получать энергию из окисляющегося водорода без горения вообще это так называемые топливные элементы которыми в том том тоже занимаемся очень активно и очень много что такое то есть нас здесь практически то же самое что и в леченных батареях но у нас есть внешний источник мы подаем водород на мембрану мембрана отщипывает протоны и фактически у нас происходит тот же самый если мы суммируем всю реакцию получается то же самое водород плюс кислород из воздуха да получается вода все классно но у нас нет повышения температуры у нас все работает при при комнатных температурах не горит нет пламени ничего и на выходе получаем не тепло которое очень с большими потерями кпд мы используем дальше а электрический ток который мы напрямую подаем на электрический двигатель и там потери кпд 98 процентов у электрического двигателя понимать понимаете да вот такие топливные элементы сейчас во всем мире активно разрабатываются и есть очень много уже водородных источников энергии которые на имеют очень большой потенциал ну к примеру да вот мы в июле месяце проводили финал конкурса первый элемент у нас команды которые у нас участвовали должны были преодолеть технологический барьер максимальный предел теоретический предел личия потому что 700 ватт теоретически есть и никогда не будет достигнута должны были по этой самой энергоемкости достичь команды которые делали ставили установку на дрон на квадрокоптер точнее там гексокоптеры были большие и там на самом деле команды которые у нас участвовали не преодолели этого не хватило там по-моему пяти процентов у них но мы-то этот барьер уже преодолели достаточно давно то есть в принципе наши коптеры тяжелые большие достаточно такие летают на водороде 4 часа вместо получаса этих самых вот в мире в мире а есть уже водородный транспорт а есть два серийных то есть один серийный а водородных автомобилей toyota выпускает ее от умирая в японии но это чисто японская только в японии есть водородные заправки вот есть наши разработки вот в августе мы показали первый в россии и четвертый в мире водородный самолет вот мы взяли обыкновенный самолет двухместный ну такой серийно производящийся маленький выдернули из него одно кресло поставили вместо него топливный элемент и 100 литровый баллон водорода и она может летать при этом по скромным расчетам получается что час пород стоит в два раза меньше чем керосиновый ну и соответственно как бы двигатель там уже не бензиновый не керосиновый а не поршневой а обыкновенный электрический вот наши коллеги с нашим участием сделали первый электромобиль но это не совсем не совсем полностью водородный это где-то лет шесть назад вас выпустил серийную серию электромобилей у вас выпускал электромобилей сто штук это lada l особо электричество lada их скупили сразу же скупили в эту серию купили люди компании которая занимается разработка транспорта для опытов в том числе компания электротранспортной технологии их скупила это т и чтобы мы здесь сделали у нас здесь багажники над движком движок здесь стоит электрический а в багажнике мы вставили еще никак не конфигурирует это даже не прототип называется демонстратор технологии мы в багажник вставили два шарообразных баллона по 24 литра с водородом и поставили топливный элемент который делает электричество и в итоге вместо 100 километров машинка уже может приехать 400 а если ее вот сейчас сейчас ребята я доделывают что можно было на машинке доехать без заправки из москвы в петербург на электромобиль на водородном автомобиле сейчас мы делаем мы пытаемся сделать такую вещь чтобы поставить сеть станций заправочных на трассе москва-казань и там обкатывать всю эту всю инфраструктуру потому что без инфраструктуры конечно быть водородному транспорту быть не быть не может и нужно посмотреть как бы все как то будет работать сколько бы все все косяки найти а дальше пытаться распространять на всю страну меньше двух недель назад я ваш покойный слуга впервые в жизни ездил вот на этом водородный трамвай ездит он есть петербурге но это экспериментально то что когда вот половина трамвая занимает установка с обыкновенный баллон он в принципе вполне себе живой и мы сейчас считали ну минимум еще и воссоздатели считали трамвайный парк что если они одну 16-километровую линию оборудуют полностью трамваями тоже будет окупаться вот так что в принципе водородная технология очень неплохо входит мир сейчас еще есть другие варианты есть же вы понимаете что многие штуки не масштабируются вниз например мы можем получать электричество если у нас нет там находимся где-то там далеко нет никакого тока мы можем включить генератор бензогенераторы делать электричество но мы не можем сделать такой генератор на бензине карманный двигатель внутреннего сгорания не масштабируется вниз а сейчас мы можем делать такие другие другой принцип точнее немножко другой принцип работы твердооксидные топливные элементы которые работают там вообще твердые проводники керамика они работают на высоких температурах можно их можно заправлять не водородом а например баллончиком газа для зажигалок у вас есть коробочка маленькая вы заправили баллончиком который купили в магазине на рынке и пошли в поход и можете весь всю неделю заправлять заряжать свой сотовый телефон или фотоаппарат или что хотите сейчас мы начали делать такие специальные тоже ампулы зарядные ампулы для арктических экспедиций тоже такая вещь или у нас есть мы сейчас начинаем делать проект с с крайним севером там якутии все остальное где-то есть а большие дороги много дорог нет нет никакого электричества чтобы камеры питались тем самым или пожарные дроны тоже на водороде делаем чтобы он мог прилетать по пробкам впереди разбить стекло и начать тушить пожар до прибытия машины такие вещи сейчас во всем мире очень бурно развиваются и мне очень радостно что я нахожусь в этом в начале будущего но и литий-ионным батареям останется тоже конечно место поэтому прием абсолютно не зарядали через какое-то время дадут еще время за водородный топливный элемент кому-нибудь вот и они будут работать вместе например те же самые вот электромобили они будут гибридными то есть если вам нужно ездить в городе вам 100 километров хватит за глаза а ночь можно заряжать проблем же авто у электромобиль еще какая вы знаете да они медленно заряжаются чтобы зарядить нормально от сети вот от 220 вольт вашу теслу кого тесла есть у кого вот чтобы зарядить вашу теслу от сети вам понадобится 8 часов полностью зарядить специальная зарядка заряжает быстрее час полчаса но полчаса приехать полчаса на заправке стоит не очень хорошо это это и это еще еще и сокращает цикл поэтому так нормально пока по городу покатались а если вам нужно там в питер или куда то еще включили водород и поехали на водороде при этом интересно что краш теста показывают бы говорить про безопасность водородные машины безопаснее бензиновых и ульга безопаснее сам опасно это электромобиль и потому что они горят дай боже при аварии тесла горят просто много уже было поэтому вот такая вот история которая началась 13,77 миллиардов лет назад и привела в итоге к нобелевской премии 19 года который я смогу вам рассказать чуть больше и буду рассказывать наверное на страницах порталов менделеев инфо индикатор буквально через две недели если все будет хорошо если я доеду до стокгольма и если мы сможем поговорить с уиттенгеном и гуденав мне честно сказать мне честно сказали что гуденав очень стар и у него сокращенная программа но он они очень заинтересовались интервью с нами и может быть получится вопрос есть ну собственно конечно я там работаю если таких коллективов которые занимаются внутренне топливных элементов я бы назову во-первых это проблема химической физики черноголовка собственно там занимается в основном водородными и если взять твердооксидная средняя и высокая температура на топливные элементы это екатеринбург институт блин я никак не могу выговорить его название не помню это тоже или электрохимический институт уроран который возглавляет максим ананиев вот два основных таких вот столпа вот которым занимается водородными топливные элементы именно внутренности в смысле научным потому что у нас есть еще компания которых уже производят инэнерджи да у нас есть свой задел в этом а смотрите вот тут вот это вот институт проблем химической физики да это np energy это вот созданный при нем центр компетенции нт и при там по технологиям новых мобильных источников энергии который объединяет все вместе вот здесь это вот собственно компания электрохимической технологии чисто коммерческая компания и это in energy которая производит топливный элемент который чисто коммерческая компания которых продает наиболее емкость у нас тест тесла чистая электромобиль смотрите какая штука а у нас больше нет электромобилей чистых они сейчас все делают электромобили абсолютно все и речь не о емкости у них всех примерно одинаковые характеристики вот потому что зависит просто зависит от от класса автомобиля маленький большой у них соответственно как бы мы не можем больше там какого-то процента массы этих вот аккумуляторов напихать машину то есть если это вас большая машина вас большая емкость маленькая меньше емкость если у вас грузовик или такие тоже есть электро или электро грузовики там можно вообще очень много много поставить другое дело что будет меньше поднимать борется бы груза а вот удельная емкость до удельная емкость всей их двигательной установки которая измеряется до ваттах частный килограмм у них всех примерно одинаково около 100 ватт частный килограмм 100 150 сейчас говорят в китае есть какие-то по 300 но говорят у тесла не наиболее не бы не наибольшая емкость это та же самая емкость что и есть просто тесла их больше стоит у него насколько насколько я помню чисто даже конструктивно он зато изначально заточен под электричество смотри какая штука большинство современных автомобилей ну которые сейчас есть и ну исторически и концептуально они все-таки это автомобили под двс да когда вы делаете любой автомобиль вы дизайн разрабатываете исходя из того что в нем есть да то есть вам нужно как-то вот где-то разместить двигатель внутреннего сгорания большой да вот это вот да потом где-то разместить бензобак тесла создавалась сразу как электромобиль изначально как бы она не потомок чего-то другого да и там очень много уже вот это тоже это неправильная штука это калина в которой сначала в корячен электродвигатель и в корячен эти самые элементы а потом туда еще в корячен в багажник водородных автомобилей когда мы будем людям людям которые делали уже сюда вставляли двигатель смысле вставляли топливный элемент нужно было отдельно заниматься проводкой шлангов водородных до отдельно проводкой высоковольтных проводов понимать дополнительную всю обвязку делать это все неправильно ну в смысле это правильно для прототипа то есть мы можем это сделать когда мы будем когда мы будем делать прототип например тут та же самая история это неправильно так делать потому что этот самолет создавался под бензиновый двигатель который может быть один-два винта ну два двигателя да если мы будем делать электромобиль или электрический мы можем поставить на нем 50 маленьких движков маленьких электродвигатель и 50 винтов то есть сейчас вот мы у нас и здесь и здесь и там из тормозит всем столе вот зачем нам нужен паровков и его центр чтобы разрабатывать уже специально под них корпус планер все остальное потому что нужно интегрировать по умному вот если в этом смысле отличается именно конструкция она интегрирована просто по умному вот поэтому ну нет окажется да я подчеркиваю я не конструктор все таки да да это мое субъективное мнение не 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 специалиста а холодный термористов его нету не существует не 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 это все вот буквально недавно буквально в этом или в прошлом году была публикация гуглу было нечего некуда потратить деньги они профинансировали проверку всех публикаций всех экспериментов с холодным термористов ни один не воспроизвели нет его токомак не холодный термористов не путайте холодный термористов у вас баночка вот баночка и в ней происходит синтез ядер вот без а в токомаке миллион градусов токомак существует его строят да не токомак токомак это тип реактор и тер проекты тер это же существует я сейчас надо ребят ездили на строительство да может быть но и тер смотри какая штука по самым скромным подсчетам да и тер это ну в смысле термоядерная термоядерные реакторы коммерческие массово появится во второй половине двадцатого двадцать первого века да это нужно дожить тарас второе чем собственно говоря термоядерный реактор он очень большой не поставить его никуда даже на на корабль в замке мы говорим про кпд электростанции мы говорим про источники энергии здесь мы здесь у нас не источники энергии здесь у нас емкость сколько можем емкости закачать в этого отдельная вещь то например да у нас суда у них есть отдельная ниша где есть ядерная энерго установка она выигрывает у всего то есть как бы конкурировать никто не может конкурировать конкурировать с ядерной атомной установкой на ядерной силовой установкой на электроколе вот без шансов если все правильно организовать это самая выгодная штука вот но но на на обыкновенную лодку это поставишь и вот всему свое место всему своя ниша мы как раз обсуждали на море например водородная энергетика это малые суда прекрасно мы говорим а про инфраструктуру кстати к слову знаете какой какой объем занимает водородная электростанция вот на топливных элементах а которым которая может питать краснодар объем размер например половина этого зала вся целиком небольшой город комната вот вот тоже важная вещь можно там где нет возможности запитываться от больших источников энергии там куда нельзя признать признать плавучий уаэс как в певик сейчас там можно строить такие штуки хранилище водорода может быть разным есть много разных вариантов кроме баллонов да и баллон не самая интересная штука водород можно перегонять по газопроводу вместе с природным газом раз дар можно получить на месте как ни странно обычно кстати могут считать что водород который нужен для у нас для всего этого получать электролизом это самый дорогой самый неправильный способ самый простой способ это конверсия метана то есть пиролиз метана который приводит к получению чистого водорода и вы производите огромных в огромных количествах по цене природного газа но выхлоп гораздо меньше а самая слабая сторона топливного элемента это отсутствие инфраструктуры сейчас то есть и без больших серий он абсолютно не выгоден потому что ну к примеру да вот суд здесь здесь один киловатт час в экспериментальной установки не получатся это еще долларов не вне производства установки да один киловатт час а если это все приводит серию хорошую это уже уходит 40 долларов это получается дешево вот это первое и второй как бы инфраструктуру нужно для транспорта на заправочные станции посмотрим это самая слабая сторона пока что ну и естественно как бы нужно понимать да что по совершенству конструкции водородный топливный элемент у него есть плюс он безумно простой то есть вот простой очень легко и ресайкл и все остальное но нужно понимать что например двс которым он конкурирует а разрабатывался полтора века это уже просто самое совершенство конструкции поэтому а тут как есть 10 лет хороший вопрос про мозг и пролить и тут долго думал я не помню появились работы по точным то есть по моему точно механизм до сих пор непонятен работаете в качестве антипсихотического средства вот но и по моему но с другой с другой стороны как бы вот он нашел свою нишу вот такой вот слаг слайд ли да слабого у него вот в смысле хорош хороший то есть он нет нет почему нет в аптеках есть только не занимайтесь не делать это дома пожалуйста не кушайте литиевые препараты они свободно литиевый батарейка тоже есть не надо если вам вы нервничаете они вас не успокоят не грызите вот но 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 да надо вспомнить честно не не встаняю почему на самом деле ничего страшного я считаю что ничего страшного нет в том что в ответах на вопрос сказать я не знаю я посмотрю я посмотрю и отвечу если свидетель действительно интересно они просто ради вопроса вот потому что я всегда говорю на на лекциях что если я не знаю мне можно спросить в фейсбуке контакте или по электрической там вопрос с каких каких синапсов на работают сказать точнее с какими рецепторами какие рецепторы каким рецептором она является агонистом там будет очень много интересных вещей там оказалось мне очень прикольная вещь у нас ксенон наркозом работает ксенон просто который вообще химически инертный а как там геометрия идеально подходит под рецептор один вот так что если какие-то вопросы еще будут welcome вот почта можно найти меня в фейсбуке вконтакте можно в одноклассниках я все равно не отвечу в одноклассниках найти можно да и у нас там из группов мира новостей там аж 115 человек как насыпалось спасибо друзья ребята это как данной